Всем привет, друзья! На связи Павел Багрянцев. Ну что, новый видосик. Благодарю вас за отзывы о прошлых видео. По-моему, отлично заходим в Новый год. И в этом видео я бы хотел поговорить про одно самое важное качество, которое я понял, что мне сейчас реально нужно развивать. И я уже как-то записывал видео про внутренний стержень, насколько это важно. Но знаете, с возрастом приходит новое сознание, поскольку сталкиваешься с новыми препятствиями, с новыми вызовами жизни. И переосознаешь какие-то вещи, еще больше их углубляешь и понимаешь, насколько важно то или иное качество, как оно на тебя влияет, а как оно может тебе вообще помочь в жизни. Итак, какое самое главное качество, которое я сейчас сконцентрировался развивать в себе? Будем говорить снова про внутреннюю опору или внутренний стержень. Это та внутренняя сила, которая помогает вам устоять, помогает мне устоять в любой ситуации в моей жизни. И, конечно, я эту внутреннюю силу взращиваю. Я ее ищу, потому что далеко не во всех ситуациях у меня получается устоять. Давайте поговорим о каких-то примерах. Сейчас очень много успеха в Инстаграме, на Ютубе. Очень модно вести предпринимательские видеоблоги, рассказывать о своей жизни. Я вижу, что многие предприниматели все так или иначе проходили через неуспехи, через финансовые сложности, через крах и так далее. Я понял, какая большая разница в том, когда говоришь об этом в прошлом времени. То есть у меня было, мне было плохо. И как сложно, как сложно это сказать сегодня, сейчас. Сейчас мне плохо, у меня не получается, у меня там днище, у меня финансовый провал, у меня финансовый разрыв. Потому что есть ощущение, что ты тогда не крутой, что ты так себе предприниматель, что ты слабоват, ты не дотягиваешь. И, ну, короче, при этом и боязнь осуждения, чужого мнения и все, что накидывается еще в эту кучу самобичевания. И как я только это уловил, мне стало так интересно. Мы так любим говорить о том, как нам плохо было в прошлом, и так не любим говорить о том, как нам плохо сейчас, потому что хочется казаться красавчиками. И когда я записал свое видео про свой дом, все думают, а что ты, Паша, так улыбаешься, а что-то так на позитиве. А я скажу, что я уже прожил эти моменты, и я могу говорить в настоящем времени, что да, у меня такая ситуация, у меня есть проблемы в связи с тем, что дом требует больших затрат, есть финансовые проблемы, потому что строительство надо финансировать, пока суды состоятся. И я понял, насколько мне тяжело сказать, что я-то сегодня не красавчик, я-то сегодня не такой классный, ребят, а у меня тут направления закрылись, а у меня тут инвестиции были неудачные. Давайте, ну все, здесь зафиксировали, давайте пойдем дальше по этой смысловой ните. Что следует за этим? Окей, хватило сил, не всем хватает сил сказать, что я сегодня не красавчик, я сегодня не крутой, я не на взлете, я сегодня не на высоте, ребята. Ну, кому-то хватило, кому-то нет. Что дальше? Дальше боязнь отвержения, дальше боязнь осуждения. И тут мы идем в глубину себя, вот в самые такие потайные уголочки и думаем, чего же мы там боимся. Мы сейчас не будем идти в психологию, понятно, что все идет из детства, из воспитания и вообще вот родительских фигур. Туда мы лезть не будем. Вопрос, а что с этим делать? И вот давайте вернемся к понятию внутренней опоры. Если я себя считаю в чем-то не до, то есть я подумаю, допустим, меня будут критиковать, меня не оценят то, что я сегодня не крутой, я тогда тоже себя буду считать не крутым, если другие так считают. Я для себя тоже буду чмошник, если другие не могут меня сейчас оценить и может быть даже как-то пренебрежительно ко мне относятся, что ааа, все понятно, мы-то думали. Он миллионер уже там с криптой в Дубае, в бурже, как там, Аль-Халифи, да, живет. А он тут нет. Ну так вот. И вопрос, что вы думаете тогда о себе? У меня вопрос это к себе. Что я о себе думаю? И вот здесь уже начинается самое интересное. Это та ножка, которая, возможно, сломана. Потому что если в этом нет опоры, если вы сами себя не считаете крутыми, красавчиками, если вы сами себя не считаете достойными, то тогда мы просто падаем лицом в грязь. И я уже падал лицом в грязь столько раз, и до сих пор падаю, и чувствую себя каким-то не до, каким-то все уже впереди, там, все в Инстаграме выкладывают, как они там на Бали, постояли на границе в Грузии и улетели туда. Вот. А я тут что-то. Вот. И сегодня, вот прямо сейчас, я размышлял вот в тетрадке, просто расписывал эту мысль. Сейчас такие мысли сумбурные. Я просто хотел реально этим поделиться, со знанием, первое, что как легко говорить о себе в прошлом, что есть определенные страхи. Вопрос, когда страхи, мы думаем, что мы недостойные. Или если люди нас пытаются принизить, мы им начинаем верить и думать, что да, действительно, я здесь не дотягиваю, вообще у меня комплекс самозванца. Я тут общался с друзьями, психологами, предпринимателями, и слышал такие истории, когда человек после 10 лет успешной практики, или успешного бизнеса, или еще чего-то, который достиг многих высот, в какой-то момент начинает думать, что он недостаточный профессионал. Это есть такой эффект самозванца. И поэтому очень важно в себе взращивать внутреннюю опору, на что я могу опираться, когда я вижу, что такие, есть внешнее давление, есть внешнее воздействие. И какой вывод я сделал для себя? Я понял, что если есть внешнее воздействие, что я типа минус, или кто-то меня в этот минус пытается увести, я знаю, что мне это надо компенсировать каким-то, допустим, плюсом, что я классный. Вот у меня был пример в отношениях, я расстался, я очень тяжело проживал эти отношения. Вот что ж, на Тиндере сейчас снова зарегистрировался. Очень тяжело проживал эти отношения. И у меня, мне доставляла мысль, мысль такую боль, хотя я сам решил уйти, что вот она кого-то встретит, и наверняка там будут мужчины лучше меня, богаче, успешней. Ну, потому что там в окружении таких мужчин очень много. Вот. И я думаю, что вот они там все на Феррари, там катают ее везде. У меня какие-то свои картинки были иллюзии. То есть как будто она найдет кого-то круче меня, как будто кто-то крутой, а я как будто, не знаю, какой-то, знаете, не очень классный. И я помню, во время пробежки никогда не забуду этот момент, когда я думаю, мне не нравится так думать о себе. У меня же очень много своих собственных достоинств. И я начал просто придумывать, перечислять свои достоинства. Вот просто. А что во мне классного? Я начал вытаскивать все. То есть, ну, мне не нужно не быть ни перед кем там неудобно еще. Вот говорил все, считаю, что во мне круто. Как угодно, без оценки. Вот считаю, что во мне это классно. Что у меня есть такие качества. И просто вытаскиваю, вытаскиваю, вытаскиваю. И у меня такой списочек нарисовался. У меня во время пробежки, я помню, у меня аж легче стало. У меня как-то в грудь распахнулось, стало легче дышать. И после этого у меня самооценка выровнялась. И я думаю, я потом все это вместе объединил и думаю, нифига какой я крутой. И у меня ушла боль по поводу того, что она найдет кого-то лучше. Потому что я знаю, что я тоже крутой. Жаль, что мы расстались. Она найдет другого, но не лучше, не хуже, просто другого. А я тоже классный. И мне после этого прямо как отпустило. А потом я с другом, психологом, рассказывал ему про эту историю, то, что я проживал. Он говорит, так это в психологии называется взращивать свой персоналити. Ты взращиваешь свою самооценку или подращиваешь ее. И для того, чтобы ее подращивать, самое главное, это обнаружить, где минус. Ведь, что такое опора? Представим табурет, да, если нет опоры, значит ножка ломается. Главное понять, что сломалось. Сломалась ваша самооценка или слом... Ну, в основном все вокруг уверенности в себе и самооценки, да. В какой области, то есть понять, в какой области, в какой сфере пошатнулась ваша уверенность в себе и потом ее подрастить. Чтобы ее подрастить, вот элементарные упражнения, компенсируйте это плюсами. Второе, это дневник достижений, вы уже слышали про такое, когда мы пишем каждый день свои достижения, а потом смотрим за месяц. Ничего себе дневник успеха, сколько всего я уже сделал полезного, какой я молодец, потому что быть молодцом можно не только с точки зрения внутренних качеств человечества, а и в результатах вашей деятельности. То есть вы молодцы, вообще вы молодцы, что уже родились, вы уже крутые, вы уже классные, вы уже окей. Вот я обучаюсь на коучинге и там такое, да, что ты уже окей, с тобой уже все хорошо, с тобой уже все нормально по умолчанию, да, ты классный и крутой. Следующее это то, что есть качества, которые мы признаем, это еще какие-то мои дополнительные преимущества, не знаю, там, я высокий, у меня там улыбка яркая, я умею шутить, допустим, ну еще что-то, вот такое можно накидывать, абсолютно разное, подращивать себя, а есть еще результаты деятельности, это такое третье направление, да, как можно себя подрастить, это у меня получается вставать рано утром или бегать, или пусть не рано утром, но у меня получается регулярно тренироваться, или я там похудел, или у меня кубики пресса, вот все что угодно, любая ценность, любые достижения, любые успехи, заработали денег, достижения, повышения на работе, новые направления открыли, новую сделку заключили, все что угодно, все в эту копилку может идти, и это тоже ваше персоналити, вашу внутреннюю опору будет подращивать. И когда вы дорастите до того, когда оно сравняется, ну, условно, по своему уровню тревоги с этим минусом, да, вы его компенсируете плюсом, и оно все просто исчезнет, и вам станет легче. Поэтому, друзья, если вам эта мысль понравилась, ставим лайк, пишите в комментариях, как вы это проживали, было ли у вас такое, и как еще можно подрастить самооценку. А, еще один способ обратиться к окружающим и просто похвалите меня за что-то, что классное вы во мне находите, что вы во мне видите, и они вам отзеркалят. Четвертый способ, как подрастить эту внутреннюю опору. Действуйте, я в вас верю. Подписка, лайк. До встречи в следующих видео.